Сгущенное молоко, стиральная машина, газонакосилка, автомобиль, телефон, компьютер. Эти невиданные для своего времени изобретения впервые продемонстрировали всему человечеству на всемирных выставках. Первая такая прошла еще в 19 веке в Лондоне. Для нее специально построили гигантский хрустальный дворец, который потом сгорел. Благодаря всемирным выставкам в Париже, например, появилась Эйфелева башня, в Нью-Йорке статуя свобода, в Москве знаменитые рабочие колхозницы. В общем, во все времена Экспо – это демонстрация лучшего, что есть на планете, где каждое государство пытается удивить другие страны. Всемирная выставка – это и отличный способ буквально пешком обойти весь мир. На неделе такой мир гостеприимно распахнул двери в Астане, столице Казахстана. Есть там и белорусский уголок. На открытие Экспо прилетели главы 12 государств, но не только за впечатлениями от всемирной выставки. В этот же день Астана принимала и саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это одна из самых влиятельных международных организаций, которая объединяет половину населения планеты. Беларусь в Шоссе имеет статус наблюдателя. На неделе в Астане Александр Лукашенко озвучил интересы нашей страны в этой организации. Юлия Вишанова передает из Казахстана. На неделе главным ньюсмейкером, безусловно, стала Астана. Саммит Шоссе, открытие Экспо писали, снимали и показывали больше тысячи журналистов со всего света. Форбс выходит с заголовком «Пять причин посетить выставку в Астане». Журналисты, ведущего швейцарского новостного агентства, тоже не оставили темы без внимания. Подробно о выставке пишут известные испанские, американские и итальянские издания. Это не считая союзной газеты и многочисленных сюжетов по ТВ. Страны-участники объединения считают, что имеются все необходимые предпосылки. Этот айсберг, как его здесь все называют, не просто для красоты, а для иллюстрации возможностей новейшего российского ледокола «Лидер». Экспо-выставка достижений мирового класса, настоящий парад суперсовременных разработок с более чем полуторавековой историей. 100 метров в высоту, 80 в диаметре, национальный павильон Казахстана, настоящая жемчужина. Экспо-2017. Сфера, здесь говорят, Нура Алем, самая большая в мире. Ее видно практически из любой точки Астаны. На первом этаже разместился национальный павильон Казахстана, на последнем, восьмом, обзорная площадка. Кроме того, внутри будет работать музей энергии будущего. Прогулка по высточному городку сродни путешествия вокруг света на 170 гектаров. Чтобы было понятно, это 250 футбольных полей. Разместилось 115 павильонов стран-участниц. Белорусский островок сразу виден по национальному узору и зажигательной ливонихе. Ура! 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 Притяжение нашего павильона, инновационные разработки ученых и безупречная репутация страны как надежного партнера. На небольшой площади представлены полсотни разработок от машин до лазерного оборудования. Привезли в Астану и настоящий электробус. Белоруссия высокотехнологичная страна. Нам есть что предложить всему миру. Ну и у нас открытая экономика. Для того, чтобы продвигать свои товары за пределы, более 60% ВВП мы экспортируем, нам, конечно, нужно рекламировать себя на международной рейке. Для чего мы и представляем здесь свои лучшие разработки. Еще один акцент экологически. Наша страна славится живописной природой и бережным к ней отношением. Дизайн павильона еще и дань основной теме выставки «Энергия будущего». Здесь больше показа нашего ландшафта, потому что показана та самая ценность, ради которой ведется поиск всем человечеством и нашими учеными новых подходов, чтобы оставить устойчивым это развитие экологическое. Посмотреть на диковинные инновации приходят миллионы людей. Нажидается, что до сентября количество посещений Экспо дойдет до 5 миллионов. К открытию всемирной выставки «Казахстан» шел 5 лет. За это время построили 200 отелей, обновили аэропорт. В стране появилось более 55 тысяч рабочих мест. Церемония открытия в духе Стэнли Кубрика и масштабный фейерверк, который осветил город. Участие в открытии Экспо приняли главы государства и правительств 17 стран, в том числе участники саммита Шанхайской организации сотрудничества. Форум ШОС прошел накануне в Дворце независимости Казахстана. Дворец независимости, в который прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, расположен на одной зрительной линии с визитной карточкой основной Беттереком и Дворцом мира и Согласия. Венчает эту композицию ландшафтное украшение. Если мысленно представить траекторию полета, окажется, что летит она от древа жизни, которая символизирует Казахстан традиционный. К Дворцу независимости это Казахстан современный. Ровно посередине Дворец мира и Согласия и даже его название в полной мере отражает всю суть Шанхайской организации сотрудничества. Нурсултан Назарбаев лично встречает гостей лидера крупнейших экономик мира, сменяя друг друга представитель 17 государств, самые густонаселенные страны мира. Саммит в Астане еще до его начала. Эксперты назвали историческим. Впервые в истории организации в ряды шанхайской семьи приняли две новые страны. Ключевой момент встречи. Шанхайская шестерка уходит в историю. Организация вступила в новый этап своего институтального развития уже как шанхайская восьмерка. Шанхайская организация это не просто близкие территориальные страны, они имеют схожие взгляды на геополитику. Это пресс-центр Дворца независимости. Пакистанские, индийские коллеги прямо отсюда то и дело выходят в прямой эфир. Все без исключения называют встречу эпохальной. Это только начало, великое начало. Когда только организация заработала, в нашей стране к ней отнеслись настороженно, сомневались, особенно в части сотрудничества с Индией. Но нет, все было направлено на совместную борьбу против терроризма. Шосс расширяется и становится ключевой структурой в Евразии. В теперь уже восьмерке под одним крылом половина населения планеты, это четверть миллиарда человек. А совместный товарооборот перевалил за 30 триллионов долларов. Непримиримые раньше соперники, Индия и Пакистан впервые за одним столом переговоров. Факт уникальный. Шосс увеличивает территорию и набирает политический вес. Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными, мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества, говорит о том, что вы просто ответственные люди. И я уверен, что будучи членами Шанхайской организации сотрудничества, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших, я сказал бы, проблем, но они решат эти проблемы. Главная тема разговора за большим столом буквально диктует неспокойная ситуация в мире и участившиеся террористические атаки. Шанхайской восьмерке предстоит решать целый ряд общих проблем. В первую очередь обсудили безопасность, совместную борьбу с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной организованной преступностью. Скажу откровенно, сегодня Европа страдает от наплыва беженцев. Так вот, если бы Европа не отгораживалась и не достабилизировала этот регион, а помогла этому бедному региону, сегодня бы Европа не имела этой проблемы. И сегодняшнее заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств, не только шосс, но по периметру шанхайской организации, как раз очень важен с точки зрения решения вот этой страшной проблемы, нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Говорили и об экономике, развитии инфраструктуры, коммуникации, реализации многосторонних масштабных проектов, например, экономического пояса «Шелкового пути» и Большого евразийского партнерства, для которых в качестве ключевой площадки Пекин рассматривает именно шосс. Инициатива восстановления древнего торгового пути подразумевает модернизацию существующих и строительство новых магистралей. Ключевая точка на пути – наша страна. Нам нужно укреплять солидарность и взаимодействие. У нас мощная объединяющая сила шанхайского духа. Это залог развития организации. Чувства локтя, добрая традиция, которая объединяет усилия всех участников ШОС. И мы продолжим налаживать взаимную поддержку. Беларусь в организации работает в статусе наблюдателя. Дивиденды уже есть. Такое положение дел дает возможность участвовать во многих международных проектах, выход на азиатскую арену, возможность получения новых рынков сбыта и поиска новых партнеров по диалогу. Во второй половине этого года ждем визита президента Лукашенко в Монголию. И вместе с визитом президента Лукашенко мы ожидаем подписать целый ряд межправительственных документов. Так что двусторонние отношения очень успешно развиваются. За событиями в Астане пристально следит Инна Бронштейн. В Казахстане женщина никогда не была. Но история ее семьи тесно связана с этой страной. Ее детские воспоминания начинаются летним вечером 37-го года. В тот день арестовали отца, а она и мать получили клеймо ЧСИР, член семьи изменника родины. Мне было 5 лет. И моему братику было 2 года. Я все время потом, оказавшись одна в детском доме, пыталась понять, что произошло, где мама. Казахстан. Акмалинский лагерь для жен изменников родины. Сокращенно Алжир. Сюда отправляли женщин, жен репрессированных. За 16 лет через него прошли 20 тысяч узниц. Многие с детьми. Правда, малышей за людей здесь не считали. Даже не вели учета их количества. Мама говорит, а по какой статье закона меня судили? Вот как мне они сказали? Я говорю, мамочка милая, тебя не судили вообще. Тебя не судили. Ты была жена. Вот это была твоя вина. Десять лет назад на месте Алжира начали создавать мемориальный комплекс. По крупицам собирали информацию о судьбах бывших узниц. Беларусь внесла свою лепту в возвращении исторической памяти. Когда я узнал о вашей идее и создании этого лагеря, я поручил комитету госбезопасности, чтобы мы посмотрели в архивах. Потому что ссылали жен же со всего Советского Союза сюда. И мы нашли интересные материалы. И я хочу, пользуясь случаем, передать вам письмо. Здесь я излагаю на ваши идеи. Во-вторых, вот это образец дел, которые были созданы. Здесь и жены наших белорусских писателей. В частности, Петруся, Бровки, Теша здесь. Письма Берии, письма Сталину. Этих родственников, сослых сюда людей. Уникальные документы. Я думаю, что вы примете их. Нельзя забывать это. Хорошее было и плохое было, чтобы не повторить. Дни большой политики в Казахстане выдались насыщенными. 11 подписных документов, множество договоренностей. Шанхайская организация, вероятно, продолжит расширяться и дальше. Но главное не количество, а то, что все страны находят общий язык. К слову, под председателем Казахстана участники ШОС встречаются последний раз. По намочия председателя перешли к Китаю. Следующая встреча назначена в Пекине летом 2018 года. На неделе о новых перспективах для страны и мира. Юлия Бешанова, Андрей Новгородцев.